Всем привет! Вы на канале iPlug с уроками по After Effects. Сейчас мы поговорим, как в After Effects сохранить видео, какие параметры рендера существуют, как их правильно использовать и о некоторых других хитростях и нюансах этого процесса. Давайте поэкспериментируем вот над этой готовой композицией. На её месте вы можете представлять любую свою. Конкретно вот это из урока по созданию красивого фона Plexus. Если хотите научиться делать такие же анимации, ссылочку я оставлю для вас в описании ролика. Там же будет ссылочка и на другие уроки по созданию красивых фонов, так что вы научитесь их делать, если вас такая графика интересует. Чтобы сделать экспорт готовой композиции, мы идем в меню композиции и здесь есть две команды. Добавить в очередь Adobe Media Encoder, это отдельная программа от Adobe, которая занимается кодированием видео, и AtoRenderQueue или очередь рендера по-русски. Это отдельный модуль внутри самого After Effects. Я предпочитаю использовать его, Adobe Media Encoder у меня вообще не стоит. Не знаю зачем нужно использовать еще одну программу, чтобы отрендерить ту же самую программу, при этом загружается еще один After Effects. Решайте сами, а меня устраивает вполне то, что делает After Effects сам по себе. Здесь вы видите список файлов, который с галочкой будет рендериться, который готовый. Вот он без галочки, это я до этого тестировал. Сейчас я его выделил, нажму кнопку Direct, чтобы он нам не мешался. Здесь вы видите несколько настроек, сразу обращайте внимание вот на этот файл. Когда вы на него кликните, вы собственно говоря и попадете в то место, куда этот файл должен будет сохраниться. По умолчанию у вас возможно там файлов не будет, потому что After Effects между проектами запоминает место и каждый раз проверяете, чтобы у вас там файлы не складывались куда-нибудь не туда. Я указал название файлов, теперь мне нужно быстро пройтись по настройкам. Здесь в основном смотрите, чтобы у вас качество было хорошее, размер был полный, ну и также на длину видео, которое рендерите либо вся композиция, либо только рабочая область. Вот здесь вот в этом окошке можно еще указать конкретные параметры, не связанные с длиной композиции и с рабочей областью, руками, допустим. Здесь вот в Custom перейдет. Я ставлю длину композиции. Поскольку я изменил настройки Best Settings, то здесь добавил слово Custom, что значит, что здесь настройки поменялись. Как видите, я использую какие-то уже свои пресеты, которые можно настроить, например, вот в этих двух пунктах меню. Здесь мы можем выбирать, заходить и редактировать. И тогда, чтобы каждый раз нам не проверять, например, длину композиции, вот я у настроек Best Settings сразу после установки After Effects захожу и ставлю здесь, вот чтобы рендерилась длина вся композиция, а не рабочая область. Мне так удобней. То же самое можно сделать и для настроек Output. Здесь вот настройки по дефолту, которые каждый раз устанавливаются. Ну и собственно здесь вы их настраиваете. Сейчас мы к этому окну перейдем подробнее. Для того, чтобы у конкретной выделенной задачи поменять настройки, мы щелкаем на Output Module. Открывается вот настройка его. Здесь мы выбираем, собственно говоря, тот файл, формат, который мы хотим использовать. Ну и чаще всего вам понадобится либо AVI, либо QuickTime. Либо, если вы хотите делать Impact 4, который по умолчанию в After Effects недоступен, его вырезали, с помощью плагина Vocoder, о котором у меня есть отдельное видео, где я рассказываю, как он работает, как его установить, можно получить в After Effects, вернуть вернее в него, Impact 4, что я сразу советую сделать, поскольку это гораздо удобнее, чем использовать Adobe Media Encoder. Как видите, здесь и Dveng доступен, и Intel QuickSync, для того, чтобы кодировать прямо на видеопроцесс. Если для кого-то это важно, но в After Effects это не столько имеет значение. Давайте вернемся без плагина. Вот формат AVI. Обращаю ваше внимание, что вот здесь по умолчанию у вас будет возможно без сжатия тоже. Это значит, что файл, который вы сделаете, будет очень большого размера и это не всегда нужно. Поэтому в настройках формата, вот здесь вот, вы можете выбрать что-то, если у вас что-то здесь будет. Если я, например, рендерю короткие ролики типа интро, перебивки, заставки, я использую отдельный кодек Logariff, который создан для кодирования видео без потери информации. Он занимает гораздо меньше памяти, чем отсутствие, естественно, но сжимает без потерь данных. То есть картинка остается прекрасного качества. В гугле найдете, скачаете, я про него не раз говорил, больше не буду на этом останавливаться. Сейчас я говорю про короткие ролики, графики, которые вы, например, хотите передать в Premiere. Можно найти настройки еще кодека. Здесь будет кнопка, каждый раз будет, в зависимости от выбранного кодека, открываться какое-нибудь совершенно другое меню, ставить все, что нужно, нажимаете ok. Если, например, мы выберем QuickTime, то здесь будет все по-другому немножко работать уже. Что еще нас в этом окне интересует. Вот эти вот две галочки. Одна добавляет в файл информацию о самом проекте, который вы используете для создания этой анимации. Я вам позже покажу в Premiere. А другая галочка сохраняет типа маркеры, которые вы создавали в этой композиции. Вот я создавал несколько маркеров на слоях и на композиции. По идее, они тоже должны будут записаться в файл, и потом при импорте в Premiere на монтажку они должны подхватиться в идеале. После того, как AfterEffect завершит рендер этого видео, можно еще указать, что он сделает с этим файлом. Он может его импортировать в собственный проект, импортировать и заменить вот эту композицию и установить композицию для этой прокси. Это полезно, когда вы хотите сложную какую-то графику подменить, просто чтобы каждый раз ее не просчитывать. Но для начинающих юзеров это пока не нужно, просто иметь в виду на будущее, что возможно так делать. Если вы рендерите видео с альфа-каналом, во-первых, вам нужен кодек, который поддерживает альфа-канал. Не все его поддерживают, импег 4, например, не поддерживает, QuickTime не все форматы поддерживают. Вам нужно тут указать, например, RGB альфа, чтобы прозрачность соответственно в файл записывалась. Вот ави с логарифмом он поддерживает альфа-канал, здесь вот в настройках есть отдельно формат с альфа-каналом. Очень часто про это спрашивают, поэтому имейте в виду. А теперь наступает то самое время, когда нужно поставить лайк и тем самым поддержать мой канал на ютубе. Заранее благодарю вас за оказанную поддержку. Опции для того, чтобы изменить размер кадра, ну это редко кому тоже нужно, просто на всякий случай вы можете изменить размер кадра уже записанного файла. То есть будет рендериться в одном разрешении, потом кадр будет уменьшаться или увеличиваться. Также можно обрезать, очень редко нужно и мало кто использует. По умолчанию After Effects последних версий, если у вас есть в композиции звук, то он его сохранит. Здесь можно его либо включить, либо выключить и настройки для звука. Никаких настроек кодирования для звука нет. То есть всегда у вас будет формат WAV, а это значит не сжатый большой звук. Но со звуком в After Effects никаких дополнительных возможностей не представляется, к сожалению. Сделать, например, X-Vids MP3 невозможно, если это кому вообще нужно в 2021 году. Можно звук вывести отдельно, WAV-формат, тогда видео не будет, просто звук. На закладку управления цветами я нанечкам не советую лазить, вам это вначале не нужно. Итак, я установил формат AVE, свой любимый кодек, выбрал. Звук автоматически. Альф-канал мне не нужен. Все проверил, все нормально. Меня это устраивает. Нажимаю ОК. И здесь я могу добавлять еще, например, какие-то композиции. Если бы у меня были другие композиции, я бы тоже мог добавить. Можно одну даже композицию несколько раз добавить в разные файлы с разными настройками. Здесь, например, выбрать QuickTime, поставить какой-нибудь другой формат, и он будет считаться еще раз в другой формат. Но я этого делать сейчас не буду, поэтому просто удаляю эту композицию. Поскольку у меня стоит здесь галочка, файл указан правильно. Настолько я проверил, я могу нажать кнопку Render и запускается Render. Композиция начинает считаться, заполняется вот эта синяя полосочка. В конце вы увидите, вернее услышите такой странный звук. И значит файл готов. Пока рендерится, здесь вы можете залезть вот в эту менюшечку посмотреть, сколько у вас тратится времени на кадр, сколько он занимает. Вот, например, данный кадр считается 2 секунды. Если кому-то интересно, можете здесь проверить. Но в новых версиях After Effects, которые, наверное, пойдут с весны, наверное, в 2021 году, тут поменяется и будет выглядеть по-другому. Для тех, кому интересно, я об этом рассказывал в ролике на Beto 18.1. Там меняется рендер, обещают сделать его гораздо быстрее, чем он есть сейчас. Что, в общем-то, хорошо. Если пропустили эту информацию, можете заценить, опять же, по ссылке в описании или подсказке YouTube. Ну вот, рендер текущего файла подходит к концу. Если у вас было бы несколько здесь файлов, то они запускались друг за другом. И сейчас мы тут услышим долгожданный звук. Поверьте, вы захотите его услышать как можно быстрее. А в After Effects рендер не очень торопливый. Также советую вам быстрее, ну как быстрее, просто изучить вот эту кнопку Ctrl-M, потому что постоянно вам придется ее нажимать, чтобы не лазить в меню. Итак, рендер закончился. Здесь вы можете увидеть, что потратил полторы минуты примерно. Я его могу, соответственно, открыть в плеере. Он уже готов к тому, чтобы его использовать, например, на монтаже или загрузить на YouTube. После того, как у вас задача отсчиталась, здесь галочка пропала. Вы не сможете ее запустить. Чтобы снова отрендерить с теми самыми настройками, правой кнопкой щелкаем и выбираем либо продублировать эту композицию с новым именем, либо продублировать с сохранением имени, тогда перезапишется этот файл. И, например, я хочу сделать Impact 4. Просто по-быстрому вам покажу, как с помощью плагина это делать. Захожу в настройки output, выбираю здесь vocoder, лезу в его настройки. Здесь выбираю любой кодек, который доступен. Ну и оставлю на x264. Также выбираем тут параметры, которые нужны, битрейт, качество. Ролик не об этом. Я не собираюсь сейчас затрагивать эти параметры. Просто вот ОК. Также там неплохо бы проверить настройки аудио и видео. Надеюсь, вы в этом понимаете. Но если нет, пишите в комментариях, запишем об этом отдельное видео. Сейчас на это мы тратиться не будем. Запускаю рендер. Поскольку видео уже было просчитано, но из кеша гораздо быстрее проходит. Не полторы минуты. И теперь у меня есть отдельный Impact 4, который занимает гораздо меньше места. Но за счет того, что там используется кодек 264, его качество чуть-чуть хуже. И конечно, его можно настроить. За счет битрейта. Размер, например, файла которой логарифма, я делал предыдущий, 100 мегабайт. Размер вот этого файла полтора мегабайта. Именно поэтому я и советую вам установить плагин vocoder для автор эффекта. Теперь хочу сказать пару слов про эти вот странные галочки, которые, возможно, вы не сразу поймете, зачем нужны. Но на монтаже, возможно, пригодятся. Я трендерил видео. Иду в премьер. Сюда импортирую эти файлы. Кидаю их на новую секвенцию. Как вы видите, они появились в секвенции, но никаких маркеров не перенеслось. За маркеры отвечает вот последняя вот эта вот строка. По умолчанию она выключена. Это очень странная особенность Adobe. Ну, кто бы удивлялся. Мало ли, что ли у них глюков. Если я, например, затолкаю эти файлы в автор эффект, вот в одну композицию, просто чтобы вам показать, то вы увидите, что маркеры вот они здесь появились. В Impact 4 их маркеров не умеют сохранять, они через Vocoder плагин. А вот в AVI они сохранились. Причем маркеры, как вы видите, они и композиции, и слоев. Все в одном месте, все в одну кашу. After Effects скинул, что не очень-то хорошо. Но, тем не менее, они хотя бы есть. В Premiere, как вы видите, у файла AVI никаких маркеров нет. Хотя сам Premiere, если я сейчас делаю маркер и экспортную из Premiere, потом опять засуну этот файл в Premiere, то там маркер будет и в AVI, и в MPEG 4. Ну, Adobe, сами понимаете. Ну, фейспалм обычно еще делается жестом. Зато еще одна вот эта вот галочка, которая говорит о том, чтобы в файле сохранялась информация о проекте, с помощью которого она была сделана. Зачем это нужно? Мы можем, например, вот сейчас вот я все это закрываю красоту, возвращаюсь в Premiere, выбираю файл AVI, правой кнопкой и Edit Original. И, как видите, открывается проект с этой композицией. Я могу вносить изменения, снова экспортировать и подменить файл в Premiere. Это, в общем-то, удобно делать на монтаже. По умолчанию, Топция включена. Не вижу смысла, в принципе, ее выключать, кроме того, что иногда у Adobe все глючит и что-нибудь не открывается. Но к этому все прожженные пользователи Adobe уже давно готовы. Ну вот, теперь вы знаете все, что нужно, как в After Effects отрендрить видео и сохранить его в видеофайле отдельно, небольшого размера. В заключении хочу поблагодарить своих любимых спонсоров, которые помогают моему каналу держаться на плаву и поддерживать его. И если вы захотите к ним присоединиться, то ссылочки найдете в описании. На этом у меня все. Надеюсь, вам понравилось. Если вы поставите лайк, подпишитесь на канал и оставите какой-нибудь полезный комментарий. Как известно, все это помогает продвижению роликов на YouTube и борьбе с ихими дебильными алгоритмами. Быстрых вам рендеров. До встречи в следующих выпусках. Пока!